Добрый день, доброе утро, друзья! Добро пожаловать на подкаст русского языка. Меня зовут Николай. Сегодня мы поговорим о предлогах, которые мы используем с творительным падежом. Самый популярный предлог для творительного падежа это предлог с или со. С means with. Например, я гуляю с собакой или я люблю кофе с молоком или я ем сэндвич с сыром. Как вы видите, мы используем творительный падеж с молоком, сыром и так далее. Это самый популярный предлог. Другие предлоги, которые мы используем с творительным падежом, это обычно предлоги пространства. Это предлоги над, above, on top of. Например, телевизор стоит, или лампа находится над телевизором. Лампа находится над телевизором. Следующий предлог под, под, under, beneath. Например, кошка лежит под столом. Когда мы произносим быстро, под, мы говорим как под. Кошка лежит под столом. Под, under. Следующий предлог за, behind, за. Например, аптека находится за театром. Или мой дом находится за парком. За театром, за парком. Видите, это творительный падеж. Следующий предлог, перед, перед, in front of. Например, а где находится школа? Школа находится перед банком. Перед банком. Или, например, стол стоит перед диваном. Следующий предлог, между, between. Например, телевизор стоит между креслом и окном. Или, наш офис находится между парком и аптекой. Хорошо? Так, ну, это, в принципе, это самые главные, основные предлоги, которые мы используем с творительным падежом. Надеюсь, этот подкаст вам понравился. Если так, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Для меня это очень важно. И для алгоритмов ютуба тоже. Спасибо за проведенное время вместе. Всем пока.